Перекрёсток Луначарского-Кирова у водителей в чёрном списке. Аварии здесь каждую неделю. Последний случай произошёл 8 декабря, когда столкнулись два автомобиля. Вид покорёженного железа и периодичность, с которой здесь происходит ДТП, заставил сотрудников госавтоинспекции прибегнуть к нестандартным мерам – позвать священника, чтобы осветить заколдованное место. Священник Свято-Никольского собора Иерей Вячеслав откликнулся на просьбу полицейских. Он считает, что основная причина нарушений на дороге – это гордыня. Желание быть выше законов, не считаться с другими участниками движения, а это большой грех. К тому же виновник аварии ставит под угрозу жизнь других людей, а порой наносит непоправимый вред здоровью. Мы сегодня осветили этот опасный, травмоопасный перекрёсток, призывая благодать Святого Духа. И мы уверены в том, что Господь смилостивится и остановит тех водителей, которые, не разбирая путей и дорог, превышая скорость, едут друг на встречу друга и в конце концов вот здесь вот сталкиваются. Священнослужители верят в Божью помощь и силу обряда освящения и считают, что таким образом получится снизить аварийность на данном участке дороги. Водители также поддерживают подобные действия, но при этом вспоминают пословицу «На Бога надейся, но сам не плашай» и предлагают свои варианты снижения аварийности на дороге. «Если человек не соблюдать правила, ему плевать на всё, то там хоть освещай, по-моему, и хоть не освещай, то в первую очередь от водителя зависит». «Я считаю, Божья помощь в первую очередь поможет, ну и частично от водителя зависит, не то что частично, а напрямую». «Лежачий полицейский бы не помешал, потому что здесь ещё очень много пешеходов, и школа, и институт находятся». «Две-три аварии бывают в день, бывают пару дней без аварии, ну по-разному случается. Вообще перекрёсток очень опасный, и хотя бы какие-то меры, лежачий полицейский же можно поставить». На данном участке есть разметка, а также достаточно дорожных знаков, считают полицейские. «В данном случае нужно просто водителям быть внимательнее, зона видимости хорошая, и не проскакивать данный участок, даже если водитель опаздывает. А лучше подождать, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия». Также вместе с обрядом освещения в этот день сотрудники полиции приняли участие в краевой акции «Не провоцируй на удар». Инспектор ГИБДД Елена Горелова провела беседу с водителями и раздала листовки, которые ещё раз напоминают о том, насколько важно выполнять требования дорожных знаков. Лариса Юровская, Актур Кырджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.